Редактор субтитров А.Семкин В России снизился спрос на монеты. Об этом рассказал глава газнака Аркадий Трачук. По номиналам я не скажу, но в целом объем монет, изготавливаемые по заказу Банка России на протяжении последних 5-6 лет, снизился достаточно заметно, заявил он. Также господин Трачук отметил, что монеты номиналом в одну копейку уже давно не изготавливаются. По данным Центробанка, на 1 октября в обращении находилось около 69 миллиардов монет на общую сумму 111 миллиардов рублей. По мнению руководителя газнака, наличные деньги продолжат оставаться важным средством платежа еще как минимум 10 лет, однако в перспективе на смену им может прийти цифровой рубль от Банка России. Россияне купили перед Новым годом игристых вин на 214 миллионов рублей. Это почти на 40% меньше, чем в 2019. По данным оператора фискальных данных, первые ОФД за первые три недели декабря продажи шампанского в России обвалились на 38%. В целом, за 2020 год потребление этого напитка в стране сократилось на 10%. Как рассказал Интерфаксу один из спикеров, пока сложно сделать вывод, отложили граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного. Между тем, общий оборот алкомаркетов в декабре вырос на 64%, число транзакций в них увеличилось в полтора раза. Пермики штурмуют торговые центры перед Новым годом. Как пишет бизнес-класс, часть магазинов говорит, что к ним вернулись покупатели, а в некоторых торговых точках даже наблюдается ажиотаж. И тем не менее, владельцы торговых центров отмечают снижение трафика от 5 до 10% по сравнению с 2019 годом. Выходные по вечерам отделы переполнены, однако людей все равно меньше, чем в предыдущие годы. Декабрь 2020 сильно просел и по посещаемости, и по выручке. В основном продажи упали в низком ценовом сегменте. Целевая аудитория среднего и премиум сегмента сохраняет высокий спрос на товары, в том числе категории люкс. Перемстад посчитал стоимость новогоднего стола. В праздничный набор вошли салаты, нарезки и алкоголь. Расчет проведен для семьи, где есть один ребенок, папа, мама, бабушка и дедушка. По данным статистиков, минимальная праздничная корзина в этом году обойдется пермякам в 6291 рубль, пишет в курсе РУМ. В целом, с учетом инфляции и некоторых коронавирусных мер, стоимость традиционного новогоднего стола в регионе выросла на 221 рубль. Больше всего в уходящем году придется потратиться на рыбные деликатесы, икру, коньяк и сырокопченую колбасу. Дешевле обойдутся картофель, лимон и хлеб, и газировка. Отдельно пермские аналитики посчитали стоимость традиционных новогодних салатов. Оливье подорожал на 8%, стоит 337 рублей. Сельд под шубой вырос в цене на 9% до 175 рублей. Курсы валют на 26 декабря. Доллар 73,69 рубля. Евро 89,87 рубля. Спонсоры рубрики «Деловые новости». Магазин «Московский». Шубы и дубленки от 5000 рублей. Пуховики от 2000. Успевайте купить с выгодой. Магазин «Московский». 7 пятниц. Четвертый этаж. Шубы и дубленки от 5000. Пуховики от 2000. 7 пятниц. Четвертый этаж. На этом у меня все. Удачи в делах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!